Добрый день! В прямом эфире программа Вести Ульяновска. И смотрите прямо сейчас. Лекарства нет, но вы держитесь. Пошел месяц, нет, никаких у нас не поступало. Я им зову, так вот, каждую неделю поступает лекарство. Нет, не поступало. В дело вмешалась прокуратура. На дороге выходят патрульные мамы и папы. Жизнь, здоровье детей в наших руках. Если мы не даем пример, не учим, не подсказываем, то дети тоже не будут уметь себя вести на дороге. В школах организовывают движение родителей за безопасность. Усиленно молились о дожде и Божия Матерь их услышала. О пребывании жадовской иконы Божией Матери в Ульяновске в материале наших корреспондентов. Льготные лекарства только после прокурорского воздействия. В регионе продолжаются перебои в обеспечении препаратами, которые выделяют за счет средств федерального бюджета. Так, например, инвалид второй группы Виктор Романов не смог дождаться даже рецептов на льготные лекарства. А препараты он должен принимать ежемесячно. Но в центральной медико-санитарной части, назначенной врачами, выписывали не в полном объеме и нерегулярном. Да и в аптеке препаратов для федерального льготника не нашлось. Когда приходят лекарства, они звонят сами. Прошел месяц, нет никаких у нас не поступало. Я им звоню, так вот, каждую неделю поступают лекарства. Нет, не поступало. С жалобой инвалид обратился в прокуратуру. Ревизоры провели проверку. По результатам проверки было выявлено бездействие органов власти, которое привело к нарушению прав инвалидов, нуждающихся в особой социальной защите со стороны государства. Прокуратура была направлена исковое заявление в Ленинский районный суд города Ульяновска об обязании регионального министерства здравоохранения обеспечить Романову лекарственным препаратом. А еще обязали возместить инвалиду расходы на покупку этих лекарств. Исковое заявление удовлетворили в полном объеме. В городских школах создается общественное движение родителей за безопасность. Их задача – контроль за соблюдением ПДД. Прежде всего школьниками, а также водителями. Родительский патруль уже организован в 33-79 Мариинской гимназиях, школах номер 21, 46, 29. И многих других учебных заведениях, рядом с которыми активное движение транспорта. На данный момент случаи с участием наших детей на данном пешеходном переходе не было. Но родители у нас будут размещаться, дислокация родителей будет и на других опасных участках, которые находятся вблизи школы. Там нами было замечено, проанализировано и замечено то, что нарушение как со стороны взрослых, так и со стороны детей наблюдается. Например, возле 29-й школы будут действовать 4 таких патруля. В каждом по 2 родителя. Будет составляться расписание дежурств на месяц. Встречать и провожать ребят планируют утром и в обед. Сами родители говорят, что отводить ребенка в школу, а тем более забирать, получается не каждый день. И патруль хороший способ защитить своих детей. Сегодня в школе номер 29 около 30 патрульных мам и пап. Жизнь, здоровье детей в наших руках. Если мы не даем пример, не учим, не подсказываем, то дети тоже не будут уметь себя вести на дороге и ответственно относиться к своей жизни. Именно родители будут помогать детям правильно переходить дорогу на опасных участках и передвигаться только по зебре и на зеленый сигнал светофором. С нарушителями же правил дорожного движения будут проводить серьезные беседы. В Подмосковье состоялся 8-й пленум Центрального комитета КПРФ. В его работе приняли участие свыше 500 членов ЦК и приглашенных. В их числе руководители региональных партийных отделений, депутаты Государственной думы, представители народно-патриотических организаций России. По устоявшейся традиции лидер КПРФ вручил партийные билеты молодым коммунистам из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Костромской, Рязанской и Калужской областей и пожелал им успехов в работе. Состоялось вручение партийных наград. Ранее Президиум Центрального комитета принял решение о присуждении Ленинской премии КПРФ за 2019 год. В частности, ее были удостоены первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро, Музей истории Великой Отечественной войны в Минске, коллектив Усольского свинокомплекса в Иркутской области. В рамках повестки Дня Пленума основной доклад на тему о новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся сделал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Характеризуя положение дел в стране, он отметил, что политика санкций и ограничений, которую активно проводит Запад, приносит свои плоды. Россия теряет контроль над стратегически важными отраслями экономики. Выход из сложившейся ситуации при нынешнем курсе невозможен. Главная задача КПРФ – завоевание и утверждение власти трудящихся. У коммунистов есть для этого созидательная программа, масштабный опыт, команда профессионалов и значительные ресурсы для организации идейно-политической работы. Только левый поворот позволит нашей стране обрести экономическую независимость и подлинный суверенитет, заключил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» опубликовали рейтинг наиболее зависимых от наркотиков регионов России в топ-8. Самых неблагополучных вошла и Ульяновская область. Материал Эллы Шаховой о том, можно ли противостоять большой беде и как Ульяновск накануне отметил Международный день борьбы с наркоманией. В казачьем спортивно-культурном центре «Братина» для ребят из Ивановского детского дома имени Александра Матросова организовали познавательный краткий курс. Впрочем, молодые люди оказались и сами подкованными. Инвалидом можно стать. Некоторые говорят, что передох может случиться. Может потом человек-психопатом стать и подсесть на это. Есть специальные организации, которые следят за этим, чтобы их не распространяли. Кстати, представители той самой организации, которая следит за тем, чтобы наркотики не распространялись, тоже прибыли на встречу с детьми с вполне определенной целью. Формирование среди молодежи и подростков антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни, а также патриотического воспитания. Это действительно реально та самая вещь, которой солдаты пользовались. Походный светильник, каски, винтовки, патроны. У музея поискового движения Центра собраны вещи, которые были найдены во время экспедиции. Всё это привезено с полей сражений времён Великой Отечественной войны. Бьёт нога вот здесь под колено, а эту пробьёт в район носа. И, соответственно, мы делаем поворот. В спортзале казачьего центра «Братина» мальчишкам также продемонстрировали азы славянской народной борьбы «Буза». Краеведа считает, что ей около 400 лет и родом она именно из Поволжья. Это очень важно, потому что знать о вреде наркотиков – это одно. А вот как вообще не подступиться даже близко к этому занятию или не заинтересоваться этим, всё-таки спорт всячески этому способствует. И мы считаем, что вот такой вот симбиоз лекций и динамичных каких-то занятий даст возможность им полноценно понять вред и просто отсутствие необходимости в их жизни в одном из деструктивных процессов. А уже вечером в Ульяновске состоялась акция, посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией. Её организовало Управление по делам молодёжи администрации города. Мы говорим людям о том, что пропаганда наркотиков, распространение наркотиков приводит к большому злу, которое может касаться не только их, их близких и родных, но и окружений в целом. И поэтому образуются глобальные проблемы общечеловеческого масштаба. Волонтёры городского студенческого совета раздавали молодым людям листовки и ленточки с надписью «Молодёжь против наркотиков». Элла Шахова, Алексей Прохоров, Весть Ульяновск. Ежегодный крестный ход с чудотворной жадовской казанской иконой Божией Матери перешагнуло свой экватор. Главная святыня земли Симбирской покинула Ульяновск и отправилась в левобережную часть области. И в первом же сельском приходе не обошлось без чудесных явлений. В престольном граде Симбирске, который ныне называется Ульяновск, чудотворная жадовская казанская икона Божией Матери пробыла 24 дня. Она погостила во всех 22 храмах города. Конечная, как и начальная точка пребывания – Спасовознесенский кафедральный собор. Традиционная молитва перед чудотворным образом и грустные, но обнадёживающие слова священника. Радуемся её присутствию в каждом храме, печалимся о её уходе из каждого места. И радуемся о том, что Матерь Божья не покидает и не оставляет нас своей заботой и своим молитвным представителем перед престолом Господним. Ульяновцам дают возможность последний раз в этом году приложиться к чудотворному образу. Кто-то в очереди даже пускает слезу. Хотя печалиться не стоит. Икона после крестного хода постоянно находится в Жадовском монастыре. И любой желающий может в любой день посетить её. Трёхкилометровый императорский мост через Волгу не только соединяет две части Ульяновска, но и служит границей крестного хода. Переправу проехали, начался второй этап. Посёлок Колхозный, что в паре километров от города. Люди уже больше получаса ждут святыню. И все как один молятся, чтобы в это засушливое лето Божья Матерь послала селянам дождь. Несколько сотен метров до церкви Петра и Февронии верующие несут святыню на руках. Потом небольшой молебен. Кстати, этот храм совсем новый. Где-то уже построили храмы. Редко, когда бывает, что на одном уровне храм, как 10 лет назад, обычно всё равно смотришь, происходит и обновление храмов. Где-то построили вообще новые храмы, там не было ничего. Открылись приходы, где-то были просто молитвенные дома, а сейчас уже храмы стоят. По окончании молебна верующим дают возможность приложиться к чудотворной иконе. И, видимо, Божья Матерь услышала их молитвы. Загремел гром, и начался ураган с сильнейшим ливнем. Буйство стихии прекратилось так же внезапно, как и началось. Этому были очень рады жители соседнего села Красный Яр. Они всё же встретили святыню в назначенном месте в назначенное время и отнесли её в свой храм Николая Чудотворца. Эту церковь осветили 11 лет назад. Стоит она в удивительном месте. Здесь весь Ульяновский Волга, как на ладони. И в этой красоте священники рассказывают людям, что крестный ход – это в первую очередь молитва. Господь пришёл неправильно спасти, но грешно. Но обратно же мы ещё сами должны хотеть открыть Богу сердце своё. Поэтому дай Бог нам с Божьей помощью. Они вас, Господь. Мы все очень благодарны вам. И все вас очень любим. Любим? Любим! Крестный ход завершится 18 июля. Подробное расписание крестного хода можно узнать на сайте Барышской епархии. Елена Тимонина, Дмитрий Гурин. Вести. Ульяновск. Обновлённая выставка, которая охватит не одну, а несколько политических партий. Речь об экспозиции, представленной в музее «Конспиративная квартира симбирской группы РСДРП», расположенном неподалёку от обелиска Славы. Сто с лишним лет назад свою подпольную деятельность здесь вели Валентин Рябиков и Василий Орлов, чьими именами названы улицы в Ульяновске. Однако обновлённая экспозиция рассказывает не только о них, об РСДРП, но и о всех политических силах в дореволюционном Симбирске. Документы удалось найти как в фондах музеев, так и в Госархиве новейшей истории Ульяновской области. Учли пожелания посетителей музея, а также постарались как можно шире показать ту эпоху. Учисляя историю, очень просили показать политические партии других губерний. У них это и с ЕГЭ связано, и прочее мы тоже это сделали. Более того, наша выставка расширилась тем, что мы показали профессии этих политических деятелей. Ведь многие, допустим, и эсеры, и в первую очередь к большевикам относятся, были медиками. И мы здесь показали медицинские бинты того периода времени. Также часть экспозиции удалось получить от потомков Валентина Рябикова. Кроме того, есть ещё ряд уникальных экспонатов, ранее недоступных широкой публике. И на этом наш выпуск завершён. Далее смотрите авторскую программу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Вести Ульяновского идут в эфир в 14.25. До встречи. Это супруга, которая вдруг осознала, что все выходные без сериалов. Потому что муж забыл, что на даче нет цифрового ТВ. А это грустная очень девица, которая долго будет на папу сердиться за то, что на даче нет цифрового ТВ. А это сын, смотревший футбол без конца, который теперь ругает отца за то, что на даче нет цифрового ТВ. А это глава семейства с рассадой, кусающий локти с досадой. Ведь как просто всё сделать заранее, чтобы было на даче цифровое ТВ. Сейчас в Ульяновске 12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова